Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Поднятие градуса тут же начинают реагировать известные тебе люди, которые вот о чем же речь мы вели все время и просить новых ассигнований на их бесконечные работы в этом направлении. Спасать планету Но не только они спасают планету Вот у нас есть категория Скажем такая Наших сограждан Которые тоже все время спасают планету Спасают Америку В данном случае их основной посыл в том Чтобы спасти Америку от Трампа И от его вообще всех Политических нововведений Вот мы с тобой Поговорим именно о том Политическом климате сегодня Как ты его видишь Что происходит в Нью-Йорке И за его пределами Вообще это крупнейшая проблема Уровень зашкаливает Как все радиослушатели Я думаю что Я надеюсь что слушают люди сегодня Те у которых и такие же как у нас с тобой взгляды А может быть диаметрально противоположные И обе стороны наверное чувствуют Что эмоции зашкаливают Естественно мы как люди консервативные с тобой Нам хочется чтобы Наша сторона была более правая И мы считаем что та сторона не права Но как недавно я Заметил Что как бы от нас все требуют Что мы отказались от Трампа Скажите что Трамп плохой И будем продолжать разговор Потеряйте как бы эту величину В своих аргументах И будет все замечательно Но Приходит мысль А от чего откажетесь вы Окей Я отказался от одной фигуры А какой фигуры пожертвуете вы И нет такой фигуры Нет фигуры Что вы Кто-нибудь требует чтобы отказались От Хиллари Клинтон Она сама себя вывела за скобки Эл Гор Билл Клинтон Эти новые наши нью-йоркские Александре Окасио Кортес Это люди которые выходят Демонстрируют полное незнание Вообще реалии Несмотря на свои дипломы От бостонского университета В колледжах В экономике Ничего не знает Не знает ни о каких Актуальных элементах Кроме того что надо Социализм Давай социализм Даешь социализм Никто не стесняется Этого социализма И в общем Все требуют клятв Все требуют каких-то присяг И все требуют Готовы приносить присяги Но Есть аргументация Есть Понятие о том Наш воловой национальный продукт Наш уровень безработицы Есть то что называется Hard numbers И с этим Никакая правая сторона Не хочет считаться Или они говорят Что это все приписки И что все это аферизм И что Трамп опять нас обманул Опять он обманул Он обманул Ким Чанена Он обманул Путина Он обманул Сейчас Мулан обманул Еще тоже санкции Опять вернул обратно иранский Европу Облапошил Не пора ли Поставить деньги На того Кто выигрывает Господа И того Кто за вас Вот Как бы такой Вводный момент А что касается отдыха Я пошел поплавать Сегодня на Брайтоне И прыгнула акула Акула Я снял видео Я поставил на фейсбуке Посмотрите Под хорошей 80 сантиметров Акула Опа-на Народ не мог Не нарадоваться На нее И ходил И трогал И кидал ее обратно В воду И она Приплывала обратно А ее сородичи Более крупные Никак Не возник Я честно говоря Надеялся Что некоторых людей Она заманит туда В глубину Это маленькая Где уже будут Представлять Большие Вот Ты такой же кровожадный Как и президент Наш Понимаешь Да Наш президент Кушает Well done Гамбургеры Понимаешь Он не ест Эти экзотические вещи Это я там Охочусь за осьминогами Ну да И прочими Гадами Как говорят Морскими Как говорят Некоторые мои друзья Ну в общем Вот история такая Любви И ненависти Ненависть преобладает Мы охотимся Конечно за любовью Но мы не можем Не Очень большое Противоречие Мне видится Вот Такая фигура Сара Джонг Например Я не знаю Слушали ли вы о ней Наши слушатели Или нет Сара Джонг Была недавно Нанята Редакционным советом Нью-Йорк Таймс Нашей газеты Нью-Йоркское время К тому Чтобы она Писала Вот эти вот Редакционные Передовицы Очевидно Участвовала В их создании И выяснилось Что эта девушка Которую в 3 года В 3 года В 2-летнем возрасте Привезли В Соединенные Штаты Из Южной Кореи Ее родители Оказалось Что ее 80-70-90% Того Что она писала Это посвящено Ее ненависти К Немолодым Не скажу старым Но немолодым И далее Белым Мужчинам Даже В общем Она могла бы Подождаться Говорят Что лет через 15-20 Она молодая Через 15-20 Нам говорят Что белые люди Будут в меньшинстве Но Тогда Мы можем Укрывать Рот О том Что нас Расисты Нас Ненавидят И мы можем Но до тех пор Вот такие Как Мы с тобой Некоторые Из наших слушателей Мы Должны Помалкивать Тряпочку Потому что Есть вот такая Женщина Считающая себя Борцом за справедливость Которая нанимает Газета Считающая себя Летописцем Нашего времени И они Даже Вот когда Сплыли все Эти ее Твит Все эти Коротенькие Вещи Которые Пишут на Твиттере Где наш Президент Кстати Очень Как бы Бьет всех Кроет всех Как овцу И бьет всех Как ребенка Она тоже Там присутствует Вот с этой Своей ненностью Я посчитал Что она Была В Таком Или журнал Это В принципе Или это Технологический Журнал Который посвящен Всяким Новым гаджетам И прочим Я думаю О чем она там писала Какая Как бы Связь Вот ненависть Ну оказывается Что все Объясняется Просто Она Просто Выпускница Гарварда О чем бы Она не писала Она будет Писать О том Что Карфаген Должен быть Разрушен Ну скажи Пожалуйста Когда ее Нанимали То есть Это Либо Это Оставалось За скобками Либо Просто Это Наоборот В заслугу Взяли Наверное Вот Ее Оппозицию Сдается Продукт Понимаешь Надо Создать Такую Вещь За которую Можно Брать Деньги В данном Случай Продавать Газету Дейли Ньюс Нью-Йоркской Газеты Которая Была Продана За Один Доллар Недель Назад Один Доллар За газету Они Правда Взяли На себя Долги Которые Очень Существенные Организации Они Занимаются Реструктурированием Осталось 40 человек Работать В газете Которая Продавала 5 миллионов Копий В день Раньше Ну понятно И они Категорически Цепляются За Соломинку Нью-Йорк Таймс Уровень Журналистики Я считаю Плачевный Потому что Используюсь Словом Деплорабл Которую Хиллари Клинтон Любила Плачевный Означает Это Плачевный Когда-то Нью-Йоркер Журнал Например Он Был Просто Вы хотите Увидеть Английский Текст Без запечаток Вот Это Нью-Йоркер Там Все так Сделано Просто Комар нос Они подточат Но Сейчас Море Опечаток Море Везде В В В В В Гигантские Деньги Отвратительная Редактура Никто Не проверяет Там Повторы Двух Слов Я Как бы Не могу Сказать Что я Супер Специалист Но это Бросается В глаза Я просто Могу Кто Нас Попыт Как бы Может Главное Юра Это становится Неглавным Смотри Для журналистики Факт Стал Неглавным Стало Главным Отношение К той или иной Теме Значит Профессионализм Определенная Грамотность Стал Как ты Сейчас Заметил Тоже Неглавным Как Говорится Это знаменитое Who cares Что там Что там И как Главное Что там Изложено И с какой Эмоцией Ярость масс Ярость масс Становится Как бы Продуктом Который К сожалению Продаваем То есть На левом Фланге Я считаю Люди Просто Отказываются Осознанно От такого Предмета Которого Рази которого Создана Была первая поправка Нашей конституции Которую Ненавидят За первую поправку Они цепляются Так же Как они Отталкивают Вторую Они говорят Что вот Свобода слова Я имею В любой момент Сказать Что Что ты дурак Или что я дурак Какой-то был Даже знаменитый Афоризм На эту тему Да Ну однако Да Для тебя Они это право Оставляют Но однако За любое Неосторожное Высказывание Известным Образом Касающиеся Там Не дай бог Какой-то Расовый момент И так далее Человека Просто Закатывают В асфальт Ну фигурально Выражаясь Лыка в строку Наш президент Дональд Джон Трамп Пару дней назад Он выступал В Ахайо И он сказал Что Леброн Джеймс Дами Баллан По-русски Говорят Он сказал Что Дан Лемон Ведущий Синэн Баллан Дами Он сказал Про Максим Вориш Что она Баллан Да Говорят Ага Значит Шерлок Холмс Нас учит Что все Они трое Смоглые люди Да Африкан Американ Значит Наш президент Еще раз Доказал То есть Как бы Ребенка Он написал I like Mike После этого Да Он написал На что Майк сказал Что Типа я Ну То есть Подал голос Сказал Что он там Не вполне Уснул за рулем На что Милания сказала Что Леброн Джеймс Он такой Замечательный человек Он открыл школу То есть Я думаю Что школа Трампа Ну Мы все знаем Да Что наши жены Они Как бы В значительной степени Если мы Какое-то время вместе Мы как-то Друг от друга Берем лучше Естественно Мы так считаем И И они Она так По-трампистски Это сделала То есть Дверь осталась Открытой Потому что Трамп Ни в коем случае О чем вы говорите Ребята Столько Женщин Столько людей Черных Желтых Зеленых Красных Столько Он не нанял Ни один Девелопер В Нью-Йорке Его шоу Было Вот Правда Я как бы Не хочу Это Будет выглядеть Как обобщение Но вот Эта женщина Которая Так сложно Ее зовут Амароза Манигот Да Манигот Это итальянское Манигот Это итальянское Произношение Манигот Ну надо Уточнить Амароза Она была На шоу Как апрентис Его шоу Апрентис Она там участвовала Она была Его Как бы Вот Такой Она очень жива Воспринимали Все Она всем нравилась Она агрессивная Потом она перестала Всем нравиться Она коварная Она зменя И в общем Это все шло В рамках шоу Которая Дональд Трамп По-моему С 17-19 лет Он его практиковал На И телевизоре Причем с большим успехом То есть человек Пошел в телевидение Взял Всех побил Сделал Грандиозное шоу По успехам Его пригласили Он его не сам придумал Но его позвали туда Он стал его звездой Он стал его соавтором Он стал тем Ради чего люди смотрят You're fire Вот эту всю историю Он придумал И сейчас Она как бы Как все Вашингтонские Вот этот вот Трясина Болото Свамп Лужа И так далее Она никуда не одевалась Она как бы Пришла к нему И сказала Доня Возьми меня Пожалуйста Мне нравится Как его называют Одесситы Доня Козер И она говорит Доня Ну возьми Ей придумали Какую-то должность Там И с этой должности Она слетела В очень короткие сроки Как и Манафорт Который Вот сейчас Его суть Он был очень малое Количество времени С Трампом Он туда пришел Каким-то образом 60 миллионов Которые он заработал На своих махинациях С Януковичем Этих 60 миллионов Не хватило ему И он Остался в долгах Он должен Миллион долларов За одни костюмы Я не представляю Как это возможно Но только за его тряпки Он остался Должен Еще миллион долларов Его привели К Трампу То есть он знает Где хлебно Он знает Что если он поработал На президента То у него будет Такой шлейф Как у павлина Средней величины Такой хвост Он будет его распускать И говорит Слушайте Что вы говорите Он будет говорить Я могу вас представлять Когда вот Мой один звонок Один каприз И президент Будет с вами разговаривать Что кстати Имело место Вот Подтверждает Случай с его Коином Этим Позорным Майклом Коином Его адвокатом Который действительно Мог там Нашвыцать Какие-то ему Эти самые Встречи И так далее Или вот история Например С этой русской Тоже хотелось поговорить Наталья Весельницкая Это тоже опять Привернулось То есть все ходит по кругу Ничего нового нет Мы возвращаемся К этому старому Куску мыла Но при этом При этом Тот самый сговор О котором Бесконечно Да То есть Тема влезет Другую Чтобы закончить С Аморозой А Мороза Это вот женщина Она островная Карибская Какая-то дама Бывшая И по происхождению И она написала книгу И она там пишет Я смотрел отрывки Из нее Диагонально Смотрел Мне не хватает На то, чтобы все это читать И я уверен Что все, что там есть Интересно Все будет рассказано Теме, кого я слушаю На кого я смотрю Они говорят Что Она пишет Что я была в ужасе Он же совсем Безумный человек Он же вообще потерял Я вот его помню И я стала смотреть На то его выступление Это просто выступление То есть Дело шьется такое Что Трамп Он Ку-ку У него не совсем В голове нормально Но Извините Вот такой замечательный Он танцевал Обама у нас Он пел у нас При нем Он сказал Национальный продукт 1.1% 1.1 GDP наш Вот он будет У нас так расти И мы медленно С вами красиво Будем уходить С мировой сцены Потому что Растут у нас И пора уже Мозамбику Становиться Мировой державой И пора еще Нам быть Погибче И Будем двигаться Вот Как бы В сторону Ниже И в это время Приходит Трамп И все Совершенно Меняется И в это время Почему-то Игорь у нас Отключился Каким-то образом Я смотрю Заканчиваю фразу Он пропал Но Меня видят Юра Вы можете Закончить фразу Потом мы сделаем Перерыв на рекламу И я надеюсь Что восстановим Связь с Игорем Цесарским Хорошо Ну я уже думаю О начале следующей Поэтому давайте Сейчас сделаем Перерывчик А потом мы Продолжим Хорошо Договорились Возвращаемся в программу Радиоблог К сожалению Игорь Цесарского С нами пока не будет Ну если связь восстановится Интернет Великая штука Все-таки Но полагаться на 100% На нее нельзя С нами Юра Юрий Дашевский Юра Дашевский Так его называет Игорь Поскольку Вы лично знакомы А мы с вами Лично не знакомы Поэтому я позволю Себе называть вас Юрий Если вы не возражаете Если хотите Юра пожалуйста Возраст позволяет нам Общаться Да Я вполне За Юру Потому что я был Юра Как-то Юрием Меня не очень Я старался Избегать мест Где меня называли Юрий Поэтому В общем Юра для меня Вполне превысит И в Америке Я вернулся К этому тоже Режиму Хотя для меня Более привычно Юрий Ну как бы Общаясь с людьми В эфире Привык к Навы Обращаться Но если хотите Юра Значит Будем Юра Ну можно Для начала Юра И Навы Так что будет Не совсем Резкий переход Можно на ты Но не Я хочу сказать Следующее Я хочу сказать Что Мы можем Начать принимать звонки Правда Пускай звонят люди Если им интересно Что-то услышать Что-то сказать Мы попробуем Им ответить Если у них есть Какая-то интересная Точка зрения Мы попробуем Ее Обсудить Озвучить И Я со своей стороны Хочу сказать Что интересный момент Вот говоря о том Что Одна из тем Которых я коснулся Это женщина Сара Джонг Которую Позвали работать Нью-Йорк Таймс И выяснилось Что у нее Просто горы Нерастраченной Ненависти Но ему еще Не меньше И растраченной Тоже То есть она Пишет Диана только Может о своей Ненависти К белым людям Но в то же время Такие ведущие Организации От которых Не побоюсь Слово зависит Наша жизнь Сегодня Это не Ютуб Это Фейсбук Это Что у нас еще Там третье Твиттер Инстаграм Присоединился К этому тоже Они объявили О борьбе С ненавистью Понимаете На одной С одной С одной С одной С одной С одной С одной Чаши весов Есть Нью-Йорк Таймс Который Нанимает Чек Для того Чтобы Просто Монетизировать Ненависть В эфире А с другой С другой Стороны Есть Эти Организации Которые Эппл Присоединился Они Выбросили Есть Такой Персонаж Если Кто-то Следит Алекс Джонс У него Есть Его Новостная Как бы Такая Организация Частный Бизнес Ничего Там Нет Запретного Называется Инфоборс Где Освещают Вопросы Американской Жизни С Правого Как бы Угла Ринга Можно Так Скать В общем Где-то Он Смешноватый Где-то Он Агрессивный Где-то Его Заносит Кого Не Заносит Да В общем Мы И Джону Стюарту Относились Достаточно Хорошо И мы Понимали Где юмор Где преувеличение Мы понимаем Что Поскольку Мы люди Мы Не безгрешны И Мы Можем Где-то Ошибиться Но Алекс Джонс Снискал Себе Славу Человек Который Очень И Очень Резкий Если Вы Смотрели Хомленд Последний Сезон Сериала Главный Герсон Радиоведущий За которым Идет охота И который Мутит воду И пускает Пыль в глаза И всякие Проблемы Создает В нашей стране Это было Списано С Алекса Джонсом И Алекса Джонса Решили Закрыть Из его Шести Подкастов Шести Записанных Передач Закрыли Пять Apple Сказал Что Не соответствует Тому Что называется Community Standards Правила Пользования Инструкции Употреблению iTunes Замечательного Apple Продукта Вот Алекс Джонсик Нарушает Его мы Закрываем Там не было Порнографии Конечно Там не было Призывов К насилию Там не было Призывов К расовым Беспорядкам Что В общем Мы Услышим Достаточно Часто Black Lives Matter Организация Этим была Известна Наш бывший Президент Обама Слава Богу Президент Обама Бывший С удовольствием Скажу Обама Бывший Президент Еще раз Он говорил Get in your face Идите И прямо Лицом к лицу С ними Ругайтесь С теми Кто с вами Не согласен С этими Правами С этими Республиканцами И Все Стимулировали Это Насилие Это Призывы Были Со стороны Максим Ворес Конгрессмен Из Калифорнии К тому Чтобы Идти И Биться Рука Как это Называется Мана Амана Вручной Рукопасный Бой Идти За свое Убеждение Хорошо Замечательно Но Как же так Получается Уважаемые Левые Господа Что С одной Стороны Вы Контролируете Содержание Электронным Образом Цензурируете То что Называете Ненавистью Совершенно По своему Собственному Разумению Это не Научное Определение Просто вам Не нравится Вы закрываете А с другой Стороны Вы нанимаете Людей Которые Ту же Самую Ненависть Превратят Вам В Cold Hard Cash Как говорят Наши Гостеприимные Сограждане Американцы То есть Превратят В деньги В доллары Превратят Вот эту Ненависть Которую Вы вбиваете В головы Наших Детей И наших Даже Не детей Даже Взрослых Людей Я Честно Вам скажу У меня Наверное Есть тем 50 О которых Я могу Говорить Нам подключился Игорь Цесарский Наверное Он сейчас Вам задаст Вопросы Какие-то Да Я его Вижу Враг не дремлет Или враги Не дремлют То есть Скайп Взял И вдруг Отказался Работать Пришлось Вызывать Да Скайп Да Вот Но неважно Черный вертолет Пришлось вызывать Да Вот так и было Что бы я хотел У тебя спросить Относительно Роли Социальных сетей В этом Во всем Процессе Которые Определенным Образом Играют Сейчас Тоже Немалую роль В формировании Роли Они сбивают Шипену И мы В этом Участвуем Тоже По этой теме Немножко Рассказать Вот Твое ощущение О том Что происходит С фейсбуком Что происходит С другими Игроками Которые Каким-то Очень странным Образом Вроде бы Всегда Клинязь Что они Беспристрастные И так далее Вот играют В воду Льют На мельницу Тех самых Левых Ну они Собственно И есть Мельница Они Все Организации Капиталистические Организации Все Смотрят Все бизнесы Смотрят Как инвестировать Деньги Потому что Все работали На прибыль Прибыль пошла Что делаем дальше Следующий шаг Что Что будет потом Из-за этого Очень много Хорошего В нашей жизни Происходит Все время Новые вещи Придумываются И Apple Испытывал Проблемы Например Потому что Они не знали Что будет После айфона Уже лэптоп Я думаю Который они выпустят Скоро Это будет Последний лэптоп Уже Это ушло Даже Таблет С себя Достаточно быстро Изжили Хотя наши дети Не дадут этому Всему умереть Маленькие детки В колясках Будут играться С таблет Играть Стараешь Говорить Грамотно По-русски Я надеюсь Все это ценят Потому что Надо говорить Если по-русски То уже Грамотно Давайте попробуем Игорь Давайте попробуем Принять звонок Да Конечно Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Я хотела узнать Ну это мой Ну как бы у меня Такое сложилось впечатление Вот этот тейп Который Якобы Предоставил Коэн Мне кажется Что Не было никакого Тейпа И это все Сфабриковали Точно так же Как сфабриковали Вот это досье На Трампа Из КХБ Потому что Ну зачем Было Коэну Записывать Это же Ну как бы Не имеет никакого Смысла Ему этот Клиент Какие-то Дает поручения И он Их записывает На тейп Тем более Что те Кто это Слышали Говорят Что Абсолютно Невнятная Какая-то Очень плохая Слышимость Запись Ну как бы Переписана Совершенно С другого Тейпа То есть Как бы Склеили Из разных Кусочков Тех Записей Которые Сделали Когда Следили За компанией Трампа Вот как Вы считаете Это Ну как Сказать Имеет право На существование Такая версия Или нет Спасибо большое Спасибо Ну в общем Это тема Отдельной Даже Передачи Я это Говорю Не для Красного Словца Потому что Сама Это И было 13 Пленок Их называют Пленки Но это Была Цифровая Запись Сделанная На телефоне То есть Это файл Один из Этих Файлов Который Не имеет Конца О чем Говорил Рудольф Зулиани Адвокат Лойер Президента Нашего И его Такой Активный Сторонник Активный Не пассивный Активный Сторонник На телевидении Радио Наступает Идет Где надо Такой же В общем Он не уставаемый Как Доня Козырь И он Он сказал Почему отрезано Что там дальше Говорится И Еще же Дело в том Как идет разговор Это можно послушать Это все можно На интернете найти И анализировать Просто Притворяться Как будто Мы какие-то Там Саботрудники БР И Пытаемся Там Разгадать Суть Но Что бросается В глаза Что Ну Естественно Трудно Нанять Потом Человека Такого Говоришь Я адвокат А как твоя фамилия Майкл Коан А зачем ты записывал Своего клиента Ты нас тоже будешь Записывать Да Это Типа Сразу Он идет В Профнепригодный Раздел Да Это Это никто Не хочет Вся история С адвокатом Это Вокруг Конфиденциальности И Ему Застется Может быть В каких-то кругах Что он пошел Против Трампа Может быть Он книжку Напишет Какую-то Но По специальности Он уже работать Очевидно Не будет И не рассчитывает Но В то же время Он ему задает Определенные вопросы И Трамп ему Отвечает И там Произносится Слово Кэш И Трамп Человек Который Находится Под гигантским Увеличительным Стеклом Всю свою карьеру И папа Его был Под увеличительным Стеклом Потому что Папа Строил Жилье С государственными Жильцами Чтобы заселять Туда людей Кому нужно было Жилье Он получал Какие-то льготы Естественно Его ловить Пытались На взятках И не поймали Это кстати Интересно Потому что Поймать можно Любого человека А вот Трампа Не могут поймать Не могут поймать Не знаю В чем Но он Он задавал Целевые вопросы Чтобы слово Кэш Фигурировало Но для Трампа Человека Который Для него Кэш Это то Что мы Называем Ламп сам Извините За английский То есть Это одной Как бы Одним разом Заплатить Эти деньги Дать чек На котором Будет написано Окей Кэш Там где Кому платить И сумма Будет там Сто тридцать Восемь тысяч Сколько они Заплатили Этой Женщине Стриптизерки Заплатил Майкл Коэн Какие там были Все эти Опять же Тоже ничего Не могут Как бы История Не сшивается Никакая Нет Никакого Сюжета В этой истории Хорошо Как бы Это Не было Какое Это Отношение Имеет Вообще К сговору С Россией Вообще Вот Эта История О чем Говорит Или Она На каком То уровне Вот Ты можешь Ее Сопоставить С той Знаменитой Историей С Манеке Львинской Которая Неоднократно Заходила В тот Самый Овальный Кабинет Это что Одного Ряда Вещи Ну Акта Нет В случае С Трампом Нет акта Нет момента Когда он Совершил Что-то Вот конкретно Такое Что даже Бы То что Сделал Билл Клинтон У себя В кабинете Там С сигарой И так далее Этого нет Во всем Досье Трампа Но вот Сейчас Сцепились Опять Все по кругу Все по кругу Опять Сейчас Сцепились То что Он знал Что Это Российская Женщина Наталья Весельницкая Которая Ну Она такая В общем Опять же Второй раз Я употреблю Это слово Адвокат Швыцарка Которая Бегает Она знает Этих людей Она знает Тех людей Она может В этот кабинет Зайти В тот кабинет Зайти И Интересная тема Которую я разрабатываю Как вот Сценарист Это Просто Какое количество Пакостей Ты можешь делать Совсем Небольшими Деньгами То есть Это То что Делали То что Пытаются Делать Люди Хакеры Так называемые Предположительно Российские Но это Даже Не только Российские Китайцы Этим Занимаются Кому не лень У кого есть Компьютер И полторы Извилины Они могут В это дело Идти Спокойно Там Как бы Не очевидна Прибыль Очевиден Риск Но Какое количество Пакостей Можно сделать Если у тебя Есть Очень маленький Даже бюджет Это как Аль-Каидовцы Которые Купив Там Четыре Скороварки И Там Еще пару Ингредиентов В СВС Могут Причинить Несчастливый Ущерб Просто С очень Малыми Расходами Полностью Асимметричная Борьба С противником Юр У нас Звонки Есть Может Мы попробуем Мы готовы Мы всегда готовы Добрый день Пожалуйста Здравствуйте А вы знаете Вот вы Собственно Все мы знаем Что Они пытаются Под Трампа Подкопать Ну на любом материале Объявить его Сумасшедшим Как вы говорили И вы знаете Как бы возникает Соответствующий параллель В Советском Союзе Объявляли Психованными Ненормальными Диссидентов То есть Здесь происходит Все то же самое Один к одному То есть Это Получается Что мы живем Практически В фашистском государстве Или в государстве УСССР Уже Близкое Вот вас Кусаму За такие слова Да Я шучу Конечно Мы не отключали Это Вы знаете Это Это Большой Конечно Логический Сказать что За 8 лет правления Обама Конечно Добился Колоссальных Результатов То что Сейчас Происходит То есть Подмена Понятий Во всем То есть Это Чистый Оруэлл Мир Это Война Война Это мир И так далее Они борются Против ненависти Сами Внедряя ненависть Специально Разрабатывая Вот это Вот Что вы думаете По этому поводу Спасибо Ну нет другого Я только об этом По-моему говорил Нет другого Способа Понимаете Вот Оруэлл Гениально Кстати Другие его вещи Тоже можно почитать Это замечательный Совершенно мудрый Писатель Который Прошел Определенную Линию В своем Творчестве Сменил Взгляды Переоценил Многие вещи И Это Один из Крупнейших Писателей 20 века Я считаю Но Достижения Обамы Они же Такие Как вы понимаете Во-первых Их уже нет Практически О чем кричали Что объявлялось Его наследием Его легаси Отложили строительство Музея на год Еще разок На всякий случай Но Все разрушено Наша радиослушательница Сарказмом Говорила Дело не в том Что это Какая-то Реальность Достижений Я уже В эфире Приводил Пример Некоторые Особо Одаренные Наши В том числе И слушатели Очень любопытный Тезис Выдвигали О том Что вообще-то Трамп И все его Достижения Ну которые Связаны С безработицей С прочими Позитивными Слово Я не так Люблю Цифру Как Слово Хотя Когда Мне не хватает Слов Я беру За цифры Но На уровне Слов Даже Если вспомните Речь Обамы Который боролся С исключительностью Америки Который Говорил Людям Которым Приходил Выступать В Индиану На завод Кондиционеров И Человек К нему Подошел И Стал Там Человек Какой-то Тоже Афроамериканец И сказал Ну как же так Вот мы здесь А не там И уедет В Мексику Наш Завод А как мы будем И Обама Что делает Любой президент Любой Сорока Четырех На тот момент Президентов Он встает И говорит Дорогой мой Все будет хорошо Мы о тебе Позаботимся Не волнуйся Обама В себе Не нашел Сил Не нашел Слов Человек Который Был там Он и был Издатель Он был Редактором Harvard Law Review И в общем Писателем Он не нашел Слов Чтобы этого человека Утешить И показать Ему Что я На тот момент Я начальник страны И я сделаю Все что от меня Все что говорят Политики В таких случаях Хотя бы Чтобы это Выглядело Хорошо И он это Сказал Он сказал Человеку Знаешь Что пришло время Да Это конец Все Юра У него Принято не было Все вот эти Давайте попробуем Принять звонки У нас масса звонков Да Ну давай Добрый день Пожалуйста В эфире Мне кажется Со штормой Дэниэлз Трамп просто Хотел расширить Свой кругозор Окей А мне плохо Не было ни одной Черной женщины Ни одной Мексиканской Женщины У Трампа Я уже не говорю Про мужчин Поэтому на него Нападают слева Окей Поэтому он Расист Давайте Приняем следующий Зонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Давайте Я прошу Очень плохо Здравствуйте У меня такой Маленький Риторический вопрос Вы как Могите Прогнозировать И предугадывать И все Вот если Мы так Представим себе Что Обамы нету Вообще Восемь лет Обамы нету И не было И Трамп Принял Браздей правления У Буша Младшего С какими Трудностями Встретился бы И как бы Он поступил Мы сейчас Трампа знаем Мы всех знаем И возможности Как бы он сделал Был У меня такой вопрос К вам Я не совсем понял Вопрос Игорь Ну представь себе Что вот Ну вот Вот не было Восьмилетия Обамы Спрашивает Наш слушатель Вот Закончилась Каденция Буша И пришел Вот такой Трамп И вот Вот ты Ну это очень много Можно на эту тему Говорить Потому что Масса людей Скажем Если мы вспомним От предвыборной Компании Победоносной То Джеб Буш Например Такой был персонаж В этой компании Президент Джордж В. Буш Уже не мог Баллотироваться И быть избранным Президентом Поэтому пошел Его брат Чтобы продолжить Славную линию Бушей И Он Лоуэнерджи Джеб Лоуэнерджи Как сказал про него Трамп Он его припечатал У него своя стратегия У него своя тактика У Буша Младшего Который Буш У него была тактика На что не обращать Внимание И работать На победу Вот по своей тактике Который оказался Совершенно провальный И он оказался Пленником Я очень его уважал И он для меня Остался во многом Трагической фигурой Такого принца Который пришел Типа на все готовое Который имел опыт Безусловно Больше чем Обама Но его опыт Не был Его путь к президентству Не был Знаете Когда вы смотрите На биографию Таких уже сейчас Наверное нет людей Но в книжках Естественно все Приукрашено Ты читаешь биографию И думаешь Вот этот человек Он всю жизнь Шел к этой цели Вот выясняется Когда ты смотришь Вот он стал президентом И ты понимаешь Что его путь Был совершенно прямой И никакие терни Его не могли От звезд оградить Буш не было Как бы он был Буш Окей Буш Давай Ты следующий Буш Буш Ну да Ну вообще А вообще Как ты к династиям Относишься Политически? К этим отношусь К династиям Потому что Эти династии Я к монархии Лучше отношусь Чем к динахии Монархия Это понятная вещь Монархия Это Самое лучшее Средство управления Честно говоря Если Монарх Хороший А таких Было Может быть столько А может быть столько Вот столько даже Хороших монархов Поэтому люди решили Что не можем Это сделать Система Если у человека будет Кишка Как говорится Чтобы стать монархом Ну пусть он попробует Ну почему-то В политике сделали Вот такую Приемственность Которая Не выходит Из того То есть Ну в мире Возьмем Искусство Спорта Как-то там Все понятнее Я осторожен С этим Но В бизнесе Как бы Для меня это Приемлемо Потому что Все Чек видит Папа забивает В левой руке Держит гвоздь Правый молоток Попробую я И так ты растешь И в этом Есть глубокий смысл Когда то что накоплено Отцом Передается к сыну Передается сыну Или дочери Или мама накопила Передала там детям Мы не будем дискриминировать сейчас У нас остается мало времени Но при этом Масса звонков Если вы не возражаете Давайте звоночек Пожалуйста Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Дайте сейчас Отключить Давайте Ребята Ну вот Что мы не так сказали Алло Алло Да да Говорит Плохо слышно Вы Вы Рассуждаете Немножко тоже Странно Кто такой президент Президент Это в принципе Менеджер Правильно Его выбрали Он управляет Там какое-то время Какой-то страной Независимо От От того там Америка Он главный менеджер Да Да Значит Когда был Николай II В России Он звался Хозяин земли русской Он тогда был Хозяин земли русской А Он был Самодержащий Россий Давайте Он был хозяин земли русской А в Америке В принципе Там все Буши И Клинтоны Вот я приехал В Америку Еще при Рейгане Потом ухватил Клинтона И Всех последующих Но Понимаете Что Я даже Я даже не могу Сказать А в чем А в чем Какая-то смысл Президентства Смысл-то Президентства Заключается в том Чтобы Страну Двигать В том направлении Чтобы людям В принципе Жилось Более комфортно Или я не знаю Как Или более Ну как В поле комфортно Чем мы сами себе сделаем Нам никто не сделает Вы Я понимаю Вы идете От очень хороших Побуждений И я с большим уважением Отношусь к тому Что вы так давно Живете здесь И вы Помните Кто был президентом Когда вы приехали Здесь Рейган был Замечательный президент Который Америку ставил На первое место И нам Хочется И я уверен Что всем Не таким людям Даже как мы А мексиканцам Они не хотят Они сюда не ехали Чтобы это было Как в Мексике Здесь жизнь была Узбеки не ехали Для того Чтобы она была Как в Узбекистане Мы приехали сюда Чтобы жить Американской жизнью И президент Это тот человек Который Гарантирует Да Вот такое слово Испорченный Гарант Но он является Человеком Который Эту беспрерывность Американского Существования То что Конституция Соблюдается То что у нас Есть суды То что они Гигантские деньги Тратят На то чтобы Последний человек Которого выселили Мог прийти Пожаловаться И чтобы остановили Его выселение Из квартиры За то что он Не платит деньги Кстати сказать Очень много Давайте Приведу следующий звонок Добрый день Пожалуйста Добрый день Господа Ответьте мне На один вопрос Я вот Немножко Не понимаю И хочу Чтобы вы Мне его Происканили Сейчас закончится Пожалуйста Спрашивайте Господин Обама Замечательный Президент Он враг Соединенных Штатов Или других Как вы считаете Он враг Или друг Он Игорь Тебе У тебя есть мнение На этот счет А? У меня? Да Ну Я бы сказал Следующее Он друг и не враг В такой категории Рассуждать нельзя Он гражданин Этой страны Естественно Но то что он Был президентом Который Абсолютно Расходился Даже Духом И И всем Своим правлением Сутью Этой страны То это очевидно И он ее вел Совсем по пути Иному Тот который Ну К чему Ведь Может привести Абсолютно Левый Абсолютно Верящий Внеамериканское Президент Он На мой взгляд Он не враг Как бы Так как мы представляем Себе врагов Там Фашистских касках Но он человек Который Такой Знаете Мелкий Юзер Который Придет В ресторан Начнет Туалетную бумагу Воровать В туалете Из таких людей Знаете Которые Используют Ситуацию Для того Чтобы Сначала он пытался Вообще ничего не делать Только играть в гольф Потом ему сказали Слушай Ну как-то Получается ерунда В гольф играй Ну давай еще что-то делать Потому что Те люди Которые тебя привели к власти Которые тебе денег Насобирали У него очень мало Своего собственно ума Книги были за него написаны Биография за него была ему сделана Он был приведен буквально За резинку от трусов В этот белый дом К сожалению Народ не мог ему Ничего противопоставить Республиканская партия К своему позору Ничего ему не могла Противопоставить И Он был приведен туда И сейчас он ушел И он чуть-чуть открывает рот И прячется Ну Я не думаю совсем так Я думаю там он Как раз Его окружение И вся вот эта Группа Которая Теневое Правительство Можно сказать Они там вообще действуют Я по-прежнему думаю Что он не самая мощная фигура В этом всем контексте Потому что он все-таки Такие люди Которые Разруливают Эту социалистическую Коммунистическую линию Берни Сандерс Он не на одной стороне Баррикад с Берни Сандерсом Он где Хилари Клинтон То есть это люди Которые Вот Возьми последняя Сделка их С Нетфликсом Чего Нетфликс пошел вниз Его сток пошел вниз Потому что они заключили договор С Обамами Чтоб те вдруг оказались Продюсерами Их передачи И какая передача О чем речь Чему мы будем учиться У Обамы Провалившийся президент Которого тут же Как бы Выдвинули Убрали в сторону Отодвинули Как только появилась возможность В Европе Любимец Стран третьего мира И так далее Ну собственно говоря Возможно в стране Третьего мира Он бы был и хорош По-своему Ну третий мир Есть третий мир Он поэтому третий Там и Трампа Сейчас любят больше Сейчас китайцы В восторге От Иванки Трампа Они ее обожают И я думаю Что они у нее Перепутят ее линию Одежды И все будет хорошо Спасибо Спасибо большое Наверное встретимся Уже в следующий раз Спасибо большое Здорово Я был рад Всем привет большой Спасибо Счастливо И привет Победа 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 Победа